Меня зовут Алиса, я ученица клубных искусствоведов Пушкинского музея. И сегодня я хочу вам рассказать о свете в живописи, о том, как свет передавали разные художники разных времен, о том, что значил свет на их картинах, и вообще о том, как по-разному он передается. Иногда он падает естественно, иногда он искусственно создан, но и означает, несет какую-то нагрузку в себе. И, конечно, все начинается с икон, потому что сначала живописи не было. Была иконопись, были строгие школы, были строгие традиции, которым нужно было следовать художникам при писании икон. И я вам хочу показать икону XIII века, неизвестного мастера. Это Мадонна с младенцем на троне. И здесь, если обратить внимание, свет передается за счет золотого фона. И мы не знаем, откуда падает свет. То есть это не естественная постановка портрета. Это чистая икона. Свет здесь исходит как бы от богоматери, от младенца. Он несет на нас вот эту светоносность, эту отрешенность. Обратите внимание, глаза в иконописи итальянской очень редко будут соприкасаться с зрителем. То есть глаза всегда какие-то отрешенные. Это говорит о том, что как бы иконы и богоматерь, и младенец находятся от нас на более высоком уровне. И все-таки это тоже значит. Потом, смотрите, как здесь переданы складки. Здесь нет какого-то перехода цветов. Здесь как бы светоносность. И складки на одежде Марии и младенца выделены золотыми линиями. То же, что было характерно для итальянской живописи того времени. Рельефы, можете тут заметить, тоже как на многих иконах. Часто такие рельефы были заслонены украшениями, то есть для еще большей цветоносности. Если вы заходите в храм, вас просто ослепляют иконы порой. Потому что мало того, что этот золотой фон, вот этот свет, еще часто украшения, драгоценные камни. И просто вот эта ослепительность, это именно была цель художников того времени, иконописцев. А теперь я хочу вам показать другую икону. Вот туда, это часть алтаря. Это уже XIV век, конец XIV века. И как здесь уже все меняется? Смотрите, здесь появляется рельеф, здесь появляются складки одежды. Мы можем заметить какую-то форму и объем, который тоже за счет света создается. Вот как здесь, например, или как на одеждах, вот в розовом. Девушки, это Младонна с младенцем и святые. И вот прошло не так много времени. Но каждый художник, несмотря на то, что он следует каким-то канонам, он пытается внести что-то свое. Вот, например, обратите внимание на этот пол. Я очень часто обращаю на него внимание, потому что это вообще не характерно для иконописи. Это какое-то абстрактное уже размытие красок. Вот этот переход цветов очень интересный здесь. И художник так себя тоже проявляет в какой-то мере. Вот эти узоры, это тоже очень необычно. Это очень тонкая работа. Насколько, скорее всего, это писал не один художник. Да, то есть с помощниками, с какими-то учениками. Формы лица, заметьте, как здесь выделены. То есть лицо, оно темнее по сравнению с золотым фоном. И здесь такой рельеф, напряженные лица достаточно у святых. Голоза, опять же, с нами соприкасаются. Нигде. И вы нигде не заметите и на иконах пейзажа, которые появляются уже во времена Возрождения, когда художники начинают уже какое-то продвижение в искусстве. Давайте я вам покажу. Посмотрите, то есть с каждым веком, с каждым годом художник уже постепенно уходит от таких строжайших традиций. От золотого фона здесь остались только нимб и какие-то золотые линии, которыми выделены некоторые места. Появляется пейзаж, какой-никакой. Конечно, здесь нет прямой перспективы, она здесь не прямо обозначена. Здесь нет воздушного пространства, которое часто уже потом используют художники, потому что все-таки это икона. Но посмотрите, прийти на внимание, какие тут цветы. Это лилии и розы. И то есть это символы. И лилии и розы – это символы Марии. Потом кое-где можно увидеть вот здесь такая птичка. Изменитый такой рассказ о том, как она попала в терновые шипы. И это тоже уже говорит о будущем младенца Христа, то есть о том, что терновый венок появится на его голове. Эти розовые, ну эти и красные розовые розы уже говорят о будущей крови, которая прольется. Здесь очень много символов. И посмотрите, если внимательно приглядеться, свет, он как будто исходит от Марии, от Христа, потому что одежда, если упала, она более темная. И свет как бы рассеивается от лица Марии. Он не падает с какой-то определенной стороны. Вот главные источники света. Это Иоанн Креститель, Мария и младенец Христос. И складки тканей, я тоже всегда на них обращаю внимание, как здесь эта тонкая вуаль обравляет Мария, она тоже говорит о ее непорочности, о чистоте, прозрачности, невинности ее. На самом деле очень много символов, о которых можно говорить бесконечно. Но наша тема – свет. И поэтому я хочу вам показать еще одного мастера света. Это Бальтрафио, прямо сзади вас. Художник Бальтрафио, он был учеником одного очень известного художника, которого, наверное, знает каждый, даже маленький ребенок. Вот ничего вам не напоминает эта картина? Случайно. Поворот головы. Это Мона Лиза, правильно, Джаконда. Джаконда Леонардо да Винчи, потому что Бальтрафио был учеником Леонардо да Винчи, одним из его таких последователей. И просто я все время сравню эту картину с Моной Лизой, потому что это очень характерно. Посмотрите, этот полуповорот. Да, возможно. Что осталось от ним? Лишь тонкая золотая линия. Свет здесь уже передается по-другому. Свет падает откуда-то сверху. Посмотрите, тень под губами, тень под шеей. Скул от скул. И золотой свет скользит как бы по золотым волосам. Это картина юноша в образе святого Себастьяна. И о святом Себастьяне нам, собственно, говорит. Здесь столько стрела и вот этот вот некий венец на его голове. Тоже говорит о его отношении к святому. Вообще, это обычный юноша. И здесь Бальтраф изобразил другого ученика Леонардо да Винчи, с которым они, видимо, были в тесных связях. Когда на самом деле икона попала к нам, картина попала к нам, просто были масса споров, кто изображен на этой картине. Потому что вот эти золотые лилии на манте юноши говорят о каком-то происхождении королевском. И сначала думали, что это, возможно, один из Медичи или другой член святого, ну, королевского семейства. То есть какой-то знатный человек. Потом вообще думали, что это девушка. Из-за волоса, возможно, улыбки. И, кстати, вот этот прием рассеивания света и вот эта вот невероятная улыбка, полуулыбка, полусерьезное лицо, называется сфумато, который придумал Леонардо да Винчи. Вот это вот рассеивание света, вот такая воздушная перспектива, колебания, когда мы точно не можем определить эмоцию, которую выражает нам здесь юноша. И посмотрите, глаза уже с нами начинают соприкасаться. Потому что это уже картина, и он уже смотрит на нас, и что-то нам пытается, возможно, донести. И сейчас мы с вами перейдем к такому мастеру, который совершил просто переворот в искусстве. У него была очень такая скандальная жизнь, бурная жизнь. И это будет Караваджо, к которому мы сейчас с вами пойдем на второй этаж. Итак, перед вами картина Караваджо «Мальчику кушанной ящерицей». Караваджо в то время вообще перевернул искусство, как я уже сказала. В то время, когда начинает формироваться уже определенная академическая школа, она только появляется в Италии, то есть это уже традиция и определенная техника, которой обучается каждый художник. Если раньше художники обучались у других художников, то есть были ученики, то теперь начинает формироваться уже общее какое-то образование, общее формирование художников. И Караваджо, он очень далеко уходит от всех канонов, от всех традиций, вот этого искусства Италии, такого мощного, которое вынесло после возрождения, в котором появилась. И Караваджо представляет нам вот такой бытовой сюжет. Вот такой, казалось бы, незначительный, потому что, как правило, изображалась картина на мифологический сюжет или на библеевский сюжет, а тут просто мальчика укусила ящерица. И художник счел нужным запечатлеть это на картине, причем такой довольно-таки большой картине по тем меркам. И посмотрите, что здесь происходит, какая здесь динамика движения. Свет падает у нас откуда-то сбоку, мы не знаем точно откуда, выделяется вот так вот в плечо, рука мальчика, и он вообще как будто выходит из картины. То есть не зритель погружается в картину, в атмосферу образа, а наоборот образ начинает выходить к зрителю, то есть выступать таким ярким акцентом. И вот его лицо, это эмоции, это один момент, который запечатлел художник, что было вообще очень сложно. И караваджо, он использовал очень множество приемов, различных техник, которые нам неизвестны. У караваджо не было учеников, чем отличается он вообще. Вот все, что вы здесь видите, это все его последователи. То есть сами они не имели такого ученического контакта с караваджо, они просто были восхищены его творчеством, они просто пытались повторить что-то подобное сделать. Но вообще мало у кого получалось это, потому что копия, она всегда хуже оригинала. Ну, на самом деле. И что здесь еще происходит? Если раньше это был идеальный образ, идеальные люди, идеальные фигуры, то здесь, если вы подойдете поближе, вот просто вас приглашаю, посмотрите на его руки. Увидите грязь под ногтями. Грязь под ногтями мальчика. То есть это вообще было что-то нереальное для художников того времени, для общества сложившегося. То, что изображается, такой уже даже реализм грубый. И караваджо использовал для своих картин реальных людей. Он брал крестьян, брал просто каких-то своих знакомых из трактира. И, конечно, это вызвало массу скандалов, особенно, когда он изображал на библейские темы, скажем, библейский сюжет, и в качестве святых использовал людей трактирных. Или, допустим, как он в образе Девы Марии однажды представил известную куртизанку того времени. И, конечно, возмущение, скандалы в обществе. Потом он поссорился с Папой Римским. Он изобразил его портрет, как раньше изображали Папу Римского. Это представитель высшего сословия, это представитель какой-то недосягаемой власти. А он изобразил нам такого, какой он есть. Со всеми его морщинами, со всеми его недостатками, со всеми физиономией, выражением лица. То есть он пытался какой-то произнести реальность в мир вообще, в искусство. Хотя вот этот свет, который падает, он не всегда был настоящим. Вот как выясняется, когда проводят экспертизы, Каравадж использовал такой прием. Он использовал камеру обскура. Когда писал свои картины, камера обскура – это затемненная комната, абсолютно, в которой находится художник. Линза и комната светлая, освещенная светом, где находится как раз натура, где находятся все предметы, которые будут изображаться на картине. И он пропускал этот свет через линзу, и изображение отражалось на холсте в перевернутом состоянии. Но проблема была еще в том, что солнце перемещалось постоянно. Это освещение было солнечное. И, естественно, свет, который падал от линзы, тоже перемещался. И художник вместе с холстом фактически бегал, ловил этот луч на свой холст и пытался его поймать. Поэтому вообще он использовал не только этот прием. Там множество... Он использовал вогнутые зеркала. А что это прием ему давало? Он давал ему, во-первых, более реальное изображение. Вообще он старался изображать людей в натуральную величину, как и есть на самом деле. И потом он давал вот именно запечатлеть этот момент, и более реальное положение изобразить. То есть это как обводить, знаете, вот как переводная картинка. Вот то же самое давало ему свет от линзы, и он просто обводил. Потом он завершал уже эту картину, естественно, добавляя какие-то свои... И, конечно, эта сцена, она немного постановочна. Вот это вот его лицо, такой жест. Вряд ли будет в настоящей жизни именно вот так себя вести мальчик. Но вот так нам изобразил его художник. А цветок у нас там мальчик? Цветок? Или это типичный таблик? Ну, знаете, вообще, ходят споры, кого изобразил здесь Караваджо. И, возможно, он изобразил здесь и свой автопортрет, в том числе в каких-то моментах. Он часто писал перед зеркалом, неизвестно точно, как написана эта картина. И, возможно, здесь нотки себя, а он вот любил такие образы, он очень любил переодеваться, изображать себя то в образе, там, одного персонажа, другого, цветок, волосах. Это тоже, это было вполне нормально. Это не говорило о каких-то там наклонностях. И просто для сравнения я хочу вам показать, там вот у нас специально поставили такую картину замечательную, которая говорит о том, насколько Караваджо отличался от искусства, того, которое было в то время в Италии. Давайте я вам покажу. Сюда. Как у Караваджо были ярые поклонники, ярые последователи, люди, которые просто вдохновились его творчеством, потому что он заглянул вот настолько в будущее. И у него были ярые противники, у него были враги. Действительно, и одним из таких врагов это был Бальйоны. Художник итальянский, вот это его картина, даже судился Караваджо с Бальйоны, то есть там отношения были очень обостренные, потому что у Караваджо были одни представления об искусстве, а у большинства художников того времени, и у Бальйоны в том числе, совершенно другие. И что мы здесь видим? Пожалуйста, это идеальные образы, это какой-то мифологический сюжет. Здесь свет, обратите внимание, как падает. Это не так контрастно, как на работах Караваджо, где вот такой резкий контраст тень, и вот выделено лицо, вот падающий луч света. Здесь все равномерно, потому что здесь такая светоносность всего мира. Это уже какие-то предпосылки барокко, такие барочные, чисто вещи. Вещь, например, вот как растение, сочетающееся с архитектурой. Это очень характерно для барокко, вот такой полуразрушенный. И посмотрите, вы тут, конечно, не увидите никогда грязи под ногтями, потому что это святые люди. У них даже сандалия, вот видите, подошва сандалия не может быть запачкана. Что это такое? Это, конечно, Караваджо переворачивает вот все это представление. И все вот эти идеальные образы, он на них таким образом просто плюет. Караваджо вот со своей такой эмоциональной жизнью, бурной, прожил совсем немного. И вот его искусство, оно просуществовало всего лишь два десятилетия на рубеже веков как раз. Но у него было огромное количество последователей, которые просто Караваджо ушел, они пришли, и они вот этот вот путь, его пытались продолжить, пытались продолжать восстанавливать искусство на свой манер, вносить вот образы более реальные, то есть приближать вот это все божественное, вот это все недосягаемое для нас, к нам, к человеку, к обществу. Я вам сейчас покажу этих последователей, вот одного из них. Пойдемте. Итак, это художник Манфреди, один из последователей Караваджо. И посмотрите, что он от него берет. Он пытается также нам передать одну эмоцию, то есть застывший момент. И вот здесь вот эти чувства на лице продавца фруктов, который чему-то удивился, вот в таком вот каком-то негодовании, находится перед нами. И вот этот свет, опять же, падающий сбоку, освещающий вот откуда-то от фруктов, пройдет. Здесь вот здесь есть небольшая ошибка в постановке света. Если вы обратите внимание, вообще свет исходит как бы от фруктов, здесь падает тень, а тут, если посмотреть на лицо продавца, то он падает откуда-то сверху. И такой у тебя не оставляет. И, собственно, напрашивается вопрос, чему продавец фруктов мог так удивиться? Вот чему в обычной жизни у него могут быть такие эмоции, такое постояние чувств? Отчего? И в этом, конечно, это пытаются сделать художники и последователи Караваджо, но все это выглядит немного наигранно. Вот это вот лицо, образ очень постановочный. Так же, как и, допустим, здесь. Вот если вы немножко повернетесь, посмотрите, какое лицо у мальчика. Он несет свечу, куда-то идет по коридору, но у него лицо какое-то как на картинах каких-то библейских тем, когда происходит какое-то там чуть ли не распятие, какое-то действие, а тут он просто идет по коридору. И посмотрите, свет, да, это очень необычно и очень странно, но все же такое было, потому что эмоции хотели передать в разных моментах. Свет исходит как бы снизу, падает здесь. Но вот если вы посмотрите внимательно на эту свечу, которую держишь, подсвечник, которая держит в руках мальчик, вот у меня такое ощущение, что она картонная. Как будто вот ее просто взяли и пририсовали сюда, и как будто свет совершенно не от нее исходит. А вот от какого-то другого источника, вот объем, да, как будто ее вырезали и вставили сюда. То есть это мастерство света, такое, как было у Караваджа, конечно, не всем оно доступно. Всем меня слышно? Да, отлично. И еще вам покажу пару картин. Пойдемте со мной. У Караваджи есть знаменитая его картина «Юдивь с головой Алла Ферна». Многие ее знают. И здесь его последователь берет тот же сюжет. Это Юдивь, голова Алла Ферна. Но посмотрите, какую нагрузку здесь несет свет. Вот эта свеча, как бы она источником света является. Хотя у меня вот немного такое ощущение, что свет исходит откуда-то из-за мешка, который держит служанка. Но тут мы точно быть уверены не можем. И здесь светом выделяется не какая-то вот реальность, здесь немного все такое расплывчатое. Может быть, из-за света свечи здесь обращение внимания идет на лицо Юдиви. Посмотрите, Алла Ферна, его голова здесь немножко освещена, так выделена чуть блеском света. А вот ее эмоции, ее состояние в этот момент, когда она только что отрубила голову человеку. И что она думает? Посмотрите на ее взгляд. Он такой немножко хитрый, может быть. Она о чем-то задумывается. Она думает, что делать дальше. И служанка упростительно на нее смотрит. И вот свет вот так вот мягко ложится на ее лицо. Скользит. И он здесь вот несет именно эмоциональное значение. Вообще у света существует очень множество разных значений. Он имеет как символическое назначение, как вот такое эмоциональное. Свет может быть естественный, может быть неестественный. Он может быть и абстрактный какой-то свет, и какой-то футуралистический. Их просто миллион значений света. И обхватить все невозможно за 30 минут. Но вот постараемся. Такое значение хочу, чтобы вы запомнили. И сейчас мы с вами перейдем к другому художнику. Безусловно, Караваджо оказал влияние на всех последующих художников. Как каждый вообще человек в истории наставляет свой след после себя. Он не уходит бесследно. Что-то меняется в этом мире. И даже те художники, которые никогда в жизни не видели Караваджо, и даже после того, как его искусство, этот всплеск бурный, он угас в Италии впоследствии. И вот эти последователи и искусство после него, Караваджизм, он просуществовал где-то 50 лет. То есть это было не так много по сравнению с Возрождением, по сравнению с Средними веками. Но отголоски его искусства, отголоски его живописи, его манеры мы видим и в последующих. Художников совершенно других стран. Совершенно разных. И мы с вами идем к Рембрандту. Вот Рембрандт, голландский художник, он не был последователем Караваджо. Более того, он никогда в жизни его не видел картин, никогда не был с ним знаком. И жил совершенно в другой стране. После, то есть немножко уже в другое время, но его учитель, то есть учитель Рембрандта, он был одним из последователей Караваджо. Естественно, как это отразилось на учителя, так и отразилось на ученике-учителе. И мы с вами переходим к такому раннему Рембрандту. У нас замечательная экспозиция музея. У нас не так много картин, но эти картины позволяют проследить весь период становления Рембрандта. От самого раннего Рембрандта к самого позднего. И от того, насколько меняется его искусство за этот небольшой период. В 30-х годах Рембрандт становится одним из самых продаваемых художников в Голландии, в Амстердаме. И вот он пишет на библейские темы, библейский сюжет. Вот небольшая такая работа, но это нам очень говорит о его раннем творчестве. Это изгнание торговцев из храма. Здесь, вот, знаете, такое равномерное практически освещение. Каждое лицо выделено. Вот эмоции, насколько ярко здесь переданы. Очень похоже на Караваджо, по-моему. То есть за счет вот этих эмоций, лиц, жестов он нам передает все, что происходит на картине. Что вообще здесь происходит? Здесь каждый человек обозначает какое-то грехопадение. То есть какой-то смысл вот в себе такой греховный несет. И почему его изгоняет Христос, их изгоняет из храма. Это алчность, это жадность. Вот это все греховные мотивы, которые мы можем увидеть, в принципе, торговцев, у людей, которые связаны с деньгами. Вообще все связаны с деньгами. И фон здесь мы тоже видим, довольно-таки просматривается, что мы не увидим после Рембрандта. То есть я сейчас вам покажу немного другую картину его. Она была написана уже позже. Перед нами изображен момент и библейская тема, которая называется «Неверие апостола Фомы». И посмотрите, как на иконах итальянской живописи свет здесь исходит от Христа. То есть никакого другого источника света мы не видим. То есть это Христос, даже вот таким огнем пылает его голова. И потом он рассеивается уже последовательно на остальных учеников и в первую очередь озаряется Фома. То есть как главный герой здесь выделен светом. Фон здесь очень схематично изображен, потому что не это главное. Художник Рембрандт пытается передать нам, что главное, а что второстепенное с помощью света. И более того, он уже начинает построить всю окружающую среду и все, что вокруг. Под эмоцией и вот именно момент, который происходит у людей. То есть как вокруг все меняется. Например, когда нам грустно, когда нам кажется, что вся погода очень уныла, и вокруг все такое серое. То же самое пытается передать Рембрандт. Он внутреннее состояние человека передает на окружающую среду. Но опять же здесь эмоции, они выражены через жесты скорее. Как вы увидите, я вам почти не задаю вопросов. Надо уже к этому приступать. И посмотрите, как меняется Рембрандт уже после. Его портретная живопись. Он вообще был знаменит своими портретами. Это портрет пожилой женщины. И посмотрите, что в основном выделено светом здесь. Лицо, руки. Вот. Главное, на что обращает Рембрандт наше внимание. То есть все, во что она одета, что вокруг, это не важно. Конечно, мы можем понять материал, из которого сделаны ее платья, ее мантии, накидка. Но не это главное. Главное все переживания и эмоции, которые заключены в этом вот образе. Посмотрите, здесь никаких жестов, никаких эмоций, таких вот бурных на ее лице, как у предыдущих художников, которые мы видели. Но если посмотреть просто в ее глаза, глядеться в эту картину, постоять подольше, мы можем... Мы видим только настоящий момент, но мы можем увидеть и прошлое этой женщины, возможно. Кем она была? Вот мы начинаем задумываться о том, вообще, кто она, что она прожила за жизнь. То есть вот такую психологическую нагрузку на нас несет Рембрандт. И в основном, конечно, с помощью света. Наконец, я хочу завершить эту экскурсию своей любимой картиной. И говорить мы о ней будем очень много. Это Артаксеркс, Аман и Эсфирь. Что здесь изображено? Что здесь выделено светом? Здесь свет, опять же, несет просто нереальное для нас количество символов. И сам сюжет, возможно. Я вам хочу немножко рассказать про сюжет. Здесь изображена Юдив. Ой, извините, Юдив была. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. Дело в том, что Артаксеркс выбрал себе новую жену Эсфирь. Он полюбил ее больше всех остальных своих жен, сделал ее царицей. Но он ничего не знал о ее происхождении. Она была иудейкой. И ее отчим, ее воспитатель приказал ей не говорить Артаксерксу, кем она являлась. И перед нами еще Аман. Аман был главным визирем Артаксеркса. Он вел все его дела. И он был ярым ненавистником иудеев. И возненавидел он также и отчима Эсфирь. И весь его народ. И просто вот ярая месть овладела Аманом. И он от имени царя Артаксеркса. Он рассказывает Артаксерксу о том, что весь народ иудеев грешный народ. Что он собирается поднять восстание и бунт против царя. И приказывает уничтожить всех иудеев. То есть и детей, и женщин убить, имущество разграбить. И принести в казну. И когда об этом узнает Эсфирь, она, естественно, пытается спасти свой народ. Своего отчима в том числе, которого она безумно любила. И она приглашает на пир своего мужа Артаксеркса и Амана. Это был такой разговор между тремя людьми. И здесь она говорит такую вещь царю. Она говорит, что царь ее очень любил. И он говорит, Эсфирь, скажи, что ты хочешь? Я исполню для тебя любое желание. И она говорит, что я хочу остаться жива. Потому что Аман, твой верный визирь, приказал убить всех иудеев и меня в том числе казнить. И она таким образом раскрывает тайны своего происхождения. Но дело в том, что здесь исход решения царя может быть как в пользу Эсфирь, так и в пользу Амана. То есть кого угодно могут здесь казнить. И мы не знаем, как вообще кончится эта сцена. Здесь момент изображен, когда Эсфирь только что рассказала. И все царю. Но если вы обратите внимание на детали, вы сможете мне рассказать, чем кончится эта сцена. Вот как вы думаете, кто выйдет здесь победителем? Девушка. Конечно, девушка. Посмотрите, как она сияет. Просто какой фактурой здесь выделяют ее Рембрандт. Не только светом, но и вот этой фактурностью письма. Которые просто... И каждая деталь ее одежды, ее украшения, головной убор, он просто сияет. И как будто свет здесь исходит от Эсфирь. Потом посмотрите, в руках Артаксеркса есть жезл. Жезл, которому это был такой атрибут власти царя. И посмотрите, он начинает склоняться, как будто весы. И в чью сторону они наклоняются? В сторону Амана. Вот они склоняются, как бы означает то, что он погибнет вообще в будущем. И посмотрите на Эсфирь. Вот просто как момент может передать художник. Какой психологизм в этой картине? Она только что рассказала, и сейчас решается ее судьба. И посмотрите, она вся привстала, она вся напряглась. Нормальный человек, он не сидит так за столом. Если мы сидим за столом, мы на что-то опираемся. А у нее здесь руки просто дрожат над столом. И как будто что-то держат, хотя у нее ничего в руках нет. И вот эта вот дрожь, она вся передается и в ее лице тоже. И посмотрите на Амана. Полная противоположность Эсфири. Он здесь, во-первых, очень сильно затемнен. И он буквально впился в эту вот чашу, которую он держит. Он весь поник, сгорбился. Он уже понимает, что его ждет. Понимаете, все мы видим здесь на этой картине. Вообще, очень замечательно, что мы видим эту картину с вами после реставрации. Потому что, когда картина висела здесь раньше, Амана вообще было практически не видно. Это была просто какая-то часть темного фона. И только после реставрации немного нам удалось осветлить эту картину и выявить некоторых персонажей более реалистично. Вообще, Рембрандт, он очень много экспериментировал. Он экспериментировал с красками, экспериментировал с основой. И здесь он использовал такой пигмент, который входит в асфальтовые краски. Этот эксперимент, к сожалению, не очень удачно отразился со временем. Картина вот настолько потрескалась. Она практически рассыпалась до того, как ее реставрировали. Ее даже нельзя было переносить из зала в зал. То есть до такой степени это хрупкая была работа. Сейчас не могу сказать вам, насколько. И еще вот когда делали реставрацию, когда делали рентген этой картины, было обнаружено, что Артак Серкс, он сначала был расположен четко посередине между эсфирью и Амана. Но смотрите, что делает Рембрандт. Он решил изменить постановку картины. Здесь он делает, пишет Артак Серкса чуть ближе к эсфере. То же, что означает, что он на ее стороне. И просто сколько всего много можно прочитать, просто взглянув на картину. Просто уловив какой-то момент света. И насколько имеет значение свет в живописи каждого художника. Это все, что я вам хотела сказать. Спасибо вам большое за внимание. Я очень рада. Если у вас есть какие-то вопросы, я всегда готова ответить. Спасибо. 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 Спасибо.